Приветствую всех на своем канале! Сегодня хочу предложить вам супер простой рецепт приготовления хлеба, лаваша, как хотите, так и называйте. Но получается такая вкуснятина, что съедается мгновенно. Пушистое припушистое тесто со сливочно-чесночной корочкой, а сверху можно еще и по желанию или тертым сырком, или кунжутом посыпать, ну или еще чем-нибудь. А готовить такую вкуснятину проще простого. Это рецепт как раз для современных, занятых хозяек, желающих все же побаловать родных домашней выпечкой. Что нам потребуется для теста, вы сейчас видите на экране. Мука, конечно же, должна быть просеянной, а вода и молоко теплыми. Делать тесто буду используя планетарный миксер. В чашу для замешивания выливаем жидкие ингредиенты. Молоко, воду, растительное масло. Добавляем сухие ингредиенты. Соль, сахар, дрожжи, просеянную муку. И пусть миксер вымешает нам тесто где-то в течение 5-7 минут. Хороший вымес тесто необходим. Хорошо вымешанное и эластичное тесто намного лучше поднимается. Вот такое мягкое оно должно у нас получиться. Накроем его полотенцем и поставим в теплое место подходить. Подходить оно будет буквально час от силы полтора часа. И вот такое пушистое тесто у нас получилось. Выложим его на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Вымесим, разделим на 15-16 частей. И будем выкладывать в противень, смазанный растительным маслом без запаха, вот такими булочками, не очень далеко отступая друг от друга. У меня противень 26 на 34 сантиметра, но можно взять и размером чуть-чуть меньше. Я поставила противень с хлебными булочками в духовку, разогретую до 50-60 градусов, подойти. А тем временем приготовим заливку для них. Для этого мы возьмем яйца, добавим к ним 2 столовые ложки сливок 20% и 1 столовую ложку растительного масла. И все хорошо перемешаем. Затем чуть-чуть поперчим и посолим, ну буквально по третьей чайной ложечке добавим. И добавим еще пол чайной ложки гранулированного чеснока. И снова все хорошо перемешаем. Вот так буквально за 15 минут подошли наши хлебные булочки. Чуть-чуть придавим их пальчиками, сделаем более плоскими. И затем зальем нашей заливкой. Сверху на хлебные булочки можно при желании посыпать тертый сыр. Или кунжут. Или сушеный лук, если хотите, можно насыпать. Это уже все на ваше усмотрение. А можно и просто оставить. Сливочно-чесночная заливка уже придаст очень интересный вкус нашему хлебушку. Ставим их выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на средний уровень на 25-30 минут. Я включаю оба тена и конвенцию. И вот такая красота у нас получилась. Аромат хлеба, сливок с оттенком чеснока запомнили всю кухню. Посмотрите, какой мягкий и пушистый получился у нас хлебушек. А корочка сверху у него хрустящая. И какой же он вкусный. На мой взгляд, у этого хлеба лаваша. Один недостаток. Он очень быстро съедается. В общем, если вам понравился мой рецепт, как всегда, жмите пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!